Для всех грядущих поколений бессмертен подвиг ваш. Эти слова начертаны на постаменте памятника воинам-артиллеристам в районе Микензиевых гор. В июне 42-го здесь шли ожесточенные бои за севастопольскую землю, защищали до последнего снаряда, затем в рукопашную. Тогда смертью храбрых пал почти весь полк. Каждое место захоронения наших воинов для нас священно. Пока мы помним и заботимся, тот, кто помнит прошлое, имеет право на будущее. Перед высадкой уборка территории. Грабли, лопаты, перчатки, мотокосы – всё идёт в ход. Субботники устраивают здесь 2-3 раза в год. Выкосим старую траву, соберём её в мешки, естественно, вывезем. И, собственно, на новых площадях, которые будут очищены, высадим новые цветы. Задействованы силы всего лесничества. То есть я лесничий, 6 государственных инспекторов по охране леса, которые участвуют, подвозят воду. Будем садить деревья, кустарники, сирени. Площадь уборки небольшая. На субботник вышли и местные жители, многие с детьми. У меня дедушка воевал, у Родиона Ивановича тоже. Все родственники, практически деды воевали. Поэтому наш долг – всегда присутствовать, помогать, поддерживать в этом плане всегда. Деревья высажены. Специальная машина раз в неделю будет их поливать, а охранять саженцы будут сотрудники лесничества. Международная акция «Сады памяти» проходит по всей России с 18 марта по 22 июня. В Севастополе высажено около 250 деревьев в парке Победы, на Сапун-горе, в селах Орлины, Оборонная и Терновка. Татьяна Конрадия, Ирина Варава, Александр Катыренко. Новости Севастополя. Новости Севастополя.